Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Обливиан, продолжаем зарабатывать себе репутацию в городе Коралл. В последней серии мы помогли вот этим двум братьям, одному трезвому и здравомыслящему, второму синему и глупому, найти их фамильное имение, которое находилось достаточно далеко от Коралла. Сейчас мы возвращаемся обратно и поговорим с торговкой, которая потеряла свою дочь, судя по всему, судя по тому, что разговаривают, говорят люди на улицах. Так, ты кто? Тебе что-нибудь нужно? Ну, кроме того, чтобы ты не сдавил меня. Псс, бешеная какая-то. Добрый день. Пойдемте узнаем. Так, как там это вообще? Нет, это выполненное задание. Активное задание, это тоже не то. Подожди. Подожди. Это текущее задание? А, это темное братство. Мне нужно вернуться в убежище, то есть все было хорошо сделано. Матьеры мы освободили. Где же тут торговка? Я просто на уровне слухов знаю, что у нее потерялась дочь, а значит, квеста такого у нас еще не появилось. Окей. По-моему, этот город, этот магазин находится вот либо в этом здании, либо в следующем. Ничьи. Мои дети будут благодаря... Подожди. Расскажи мне про пропавшую дочь. Сидниус очень волнуется за свою дочь дарма. Если ты думаешь... Северный магазин. Ну, вернее, северный товар. Хорошо. Пребудет с тобой благословение теней. Что? Да, вот оно. Короче говоря, я помню. Да, я же помню, мы тут были, и тут как раз ее дочка бегала. Такая же страшная жаба. Сидниус. Что ты хочешь? Расскажи-ка мне про дарму. Лучшая дочь, о какой только может мечтать мать. Сердечная и добрая. Расскажи мне, что с ней произошло. Да, моя дочь дарма не вернулась из Хагдерта. Я ужасно волнуюсь, что с ней что-то могло случиться. Можно попросить тебя о помощи? За звонкую монету всегда пожалуйста. Я даже не знаю, как отблагодарить тебя за великодушие. Она должна была доставить товары Этири Мослин в Хагдерт. Я бы начала поиски оттуда. Если тебе это пригодится, она была с цветком. Это ее лошадь. Дарма очень любит свою лошадку и никогда с ней не расстается. Хорошо. Хагдерт это как раз, по-моему, кстати говоря, тут город, нет? Ну-ка. Удалось найти. Нет, не удалось еще. Я так волнуюсь. Хорошо, пойдем. Хагдерт. Хагдерт это, по-моему, вот этот призрачный... Да, как раз городок, где мы случайного нашли во время бури. Остановились там переночевать и во время ночевки у нас напал какой-то непонятный сектант, что ли. Сейчас пришла пора разобраться с этим городом. Я думаю, это будет круто, потому что это напомнило мне одно из первых прохождений на канале. Помните, там Зов Ктулху, город Инсмут, когда ты первый раз пребываешь в гостиницу и ночью граждане идут тебя убивать. Здесь все произошло примерно так же. Так, ну что, двигаем. Пешочком, я думаю, ничего бы нет. Хотя это место уже исхожено вдоль, поперек, поэтому лучше так. Так, лошадка-цветочек, и сама она где-то у местной торговки. Хорошо. Здесь мы ночевали. Давайте поговорим с местным... Как тебя там зовут? Бланон Дер Маслин. Давай быстрее. О, хрен у вас тут происходит. Мой дед основал это поселение, но тебя это не касается. Здесь все порушили, но мы собираемся вернуть ему былую славу. Вот увидишь. Оргнянку не видел? Кто? Нет. Я не видел здесь никакой девушки. А даже если и видел, почему я должен знать что-то о ее исчезновении? Нет. Я не хочу сказать, что видел ее. Я ничего не видел. Звездишь, по-моему. Уходи. Я никуда не уйду. Так. Подожди, это у комнаты. Он меня не видит. Ну, раз не видит, давайте попробуем. Я уж, конечно, забыл, как это делается. В последний раз я этим занимался в прошлом году. Ну, нет. Руки помнят. Возможно, тут есть какая-то зацепка. Давайте сохранимся и потихоньку... А если он что-то услышит, я его просто прикончу. Больно уж он вредный. И подозрительный. Железная булава. В комоде ничего хорошего. На столе обычный скарб. Да, здесь, похоже, нет ничего. Никаких зацепок. Костная мука. Зачем ему костная мука может понадобиться? Ну, ладно, это не важно. Вполне возможно, он просто алхимий не кальций. Так, и здесь, когда мы ночевали, на нас напал безумец. Давайте осмотрим его еще раз. Мертвая плоть у него есть. Ну и ел, что ли. Собраться с Хагдирта. Здесь мы спали. Ладно, тут, похоже, никаких зацепок нет. Ладно, давайте уходить. Проведем там свое расследование. Что это за знак? Это нормально вообще? Ладно, не важно. Давай быстрее. Расскажи о городе. Мне нечего сказать тебе, чужак. Чужаки всегда пытались уничтожить нас. Но мы всегда выживали. Ну, это потому что вы не встречались со мной. Нет? Так, хорошо. Вот город. Подожди, я так в нем нахожусь. Зачем мне? Продолжить поиски. Так, где у вас торговка была? Дом заперт. Сзади никакого прохода нет. Так, это что? За халупа? Блин, все заперто. Давайте пока не будем вызывать особых подозрений, будем по закону более-менее действовать. Ну, то есть, не воровать, не убивать. Во, лошадь. Цветок. Отлично. Мне удалось найти лошадь Дарма за галантереем Мослина в Хаггерте. Мне нужно спросить Этиру Мослин, знает ли она, что случилось Дарма. Так, слезай. Это это, что ли, магазин? Интересно. Так. Какой-то у вас странный. То ли это везде, так и я не замечал. То ли у них какой-то тайный знак, что ли. Мне кажется, какие-то вообще тайные сообщества тут. Поспеши. Я жду. Расскажи-ка мне, дама, про Дарму. Я не знаю никакой Дарма. Если ты говоришь об этой проклятой арганианской мошеннице из Коррала, я бы тоже очень хотела знать, где она сейчас. А что тогда делает здесь ее лошадь? Это моя лошадь. Она у меня уже много лет. Покупай что-нибудь или убирайся. Понятно. Темним. Хватит болтать. Довольно. Так. Интересно. Подожди. Я спер ключ. Что мне это дает? Наблюдень. Не паримся. Спокойненько. Подожди, ключ не подошел. Ну ладно. Ай. Да что ж ты. Так. Ну сейчас порыщим. Что тут может быть? Пусто. Отлично. Кстати говоря, это нам тут поможет. Ну если вдруг она сюда пойдет. Здесь я смотрю. Зацепок особо нет. Заберем ее золотые. Ибо нечего грубить. Срач, конечно, в комнате еще тот. Да. В ее комнате тоже никаких зацепок не обнаружено. Пойдем подвал посмотрим. По-хорошему дождаться, пока она уснет. Но я думаю, учитывая, какой я ловкий, она и так меня не увидит. Хотя нет. Видит. Так. И нет, вернется ведь, смотри. Ну, тоже ничего особо полезного. Так. Что мы тогда делаем? Давайте что-ли подождем. Сейчас время пол шестого вечера. Часов пять. Пусть она спать пойдет. По кровам ночи будем вынюхивать. Так, ну ты, я так понимаю, подвинуться не хочешь вообще. Ой, смотри, это не больная. Ди спи. Если ты не возражаешь, я займусь своими делами. Продолжай. Уходи. Все, я ушел. Ушел, 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 ушел. Ты посмотри, как я приставлюсь. Ну ладно. Уйдем. Хорошо, куда двинуться дальше? Я так понимаю, что... Арганианка пленная у нее, где-то там внизу. Если живая, конечно. Если они ее не сожрали, потому что у того парня был кусок гнилой плоти в кармане. Заметила. Так, мне удалось найти люк, который, кажется, ведет к такому бы подхагу к диртам. Стоит пойти туда и попытаться найти дарма. Дверь открыта. А, ну мы теперь проломились, ладно. Будем считать, что она не легла. Держать. Чисто. Так, ну ладно, больно рыскать не будем. Что нам тут нужен-то? Золотой. Нафиг он нам. О, как вошло. Хорошо. Так. Пещера, как дирта? Ну да, городок явно непростой. На самом деле, похоже, они, когда этот городок создавали, впечатлялись именно произведениями Лавкрафта. Так, подождем. Может, их нельзя убивать? Блин, сколько их там? Ну да, если я сейчас нападу, меня, скорее всего, порвут. Поэтому давайте аккуратно действовать. Со скрытностью у нас, по крайней мере, проблем никогда не было. Так, и что сюда поперся? Так, сейчас один сюда подойдет. Мы его быстренько кончим. Потому что я не думаю, что они особо хорошие товарищи. Что, он идет там? Сохраняшечка. Не вижу. Они вообще, по-моему, разошлись все. О, вот, смотри. Давненько я уже не разминался с вами. Так, стрела вошла в основание черепа. Ключ подберем. И стрела треснула, похоже, на его позвонки. Так, подожди. Пригодится. Можно двигаться дальше. Непонятно пока, кто это такие. Но раз похищать людей, будем чистить. Так. Ламба разделится как-нибудь. Блин, этот костер потушить бы. Ну, давай куда-нибудь. Ой, вот встали. Может, ты хоть сюда пройдешь? Так, вот так. Туда иди давай, молодец. Готов. Точный выстрел. Точный выстрел. Ой, какой-то урод. Медный. А, я думал, модный амолит. Ну ладно. Хорошо. Потихоньку, помаленьку. Тихо. Тихо. Чужая. Тихо. Тихо. Чужая. Ты умрешь. Ханатик. Хана. Хана. Было не так чисто, как я хотел, но нормально. Серебряные стрелы, конечно, в огилке-палке. Смотри, сколько их пришло. Это горожане, что ли? Так, куда-то катилось? Ну ладно, не важно. Что у вас тут за сборище? Интересно, они тут свой ктулку есть. Так, что это было такое? Окей. Что бы это ни было. Тишина. Хорошо, это по другим домам, похоже, выход. Можно было отсюда пройти. Интересно. Так, ну сюда нам, я так чувствую, не особо нужно. Но, допустим, 30 золота взять уже хорошо. Давайте поднимемся, посмотрим, что там. Короче говоря, валить их всех без разбора. Дело явно не чисто. Город убийц. Так, а хозяин дома тоже. Находится где-то там в пещерах, я так понимаю. Давайте двигаться. Так, сядем поудобнее. И стрелы надо другие поставить. Что-то мне жалко на этих уродов. Серебряные стрелы. Хотя у нас других по-моему нет. А, ну вот остальные мне нужны. Разница в уроне какая-то вообще. 10 и 9 незначительно. А так я все-таки серебром разбрасываюсь. И меня начинает душить жаба. Так, хорошо. Двинули обратно. Что же тут такое все-таки? Интересно. Тихо. Что-то. Опять ты ходишь тут. Блин, а как их обойти-то? Такое количество. Ну, сейчас потихоньку пойдем туда, что ли. Я не уверен, правда, что смогу. Вон, а как там до хрена стоит. Ну, попробуем. Если что, я думаю, шансов не будет вообще. Вообще. Блин, тут мусор еще. Тихо. Так, здесь еще один должен быть. О, кого я вижу. Вот и ты. Так, прячемся. Стражник. Да и мать. Замешал. Тебя дам убить. Ох, как он меня высушил-то. Ну, сейчас все прибегут, я так понимаю. Или нет? Да вроде нет. Ладно. Ключ. Будешь лежать. Хотя бы оттащить куда-нибудь. Он не такой тяжелый. Куда-нибудь вот сюда, вот за сталагмид. Или подожди, сталактит. Это, по-моему, который с пола растет. Асталагмид, по-моему, с потолка. Не важно, короче. Это ботанское тело. Надо будет потом посмотреть. Так, ну хорошо. Мы, похоже, нашли нашу... Цель. Пожалуйста, выпусти меня отсюда. Помоги мне выбраться. Мне кажется, эти существа собираются сделать со мной что-то ужасное этой ночью. Я освобожу тебя. Спасибо тебе. Поторопись. Нам нужно выбраться отсюда. Скорее. Тебя мама ищет. Моя мать владелица магазина северные товары в Короле. Да я знаю. Она наняла меня. Пожалуйста, возвращайся скорее. Ты моя единственная на... Мне удалось освободить Дарма из лап мерзких тварей, которыми кишет Хак Дирт. Теперь нужно бежать и привезти Дарма к ее матери Сидниус Корол. Спасибо тебе. Давай выбираться отсюда. Давай-давай, пока никто не пришел. Надеюсь, на мишку нас никто не ждет. Таверна. Таверна, скорее всего... Нет, таверна это плохо. Там какой-то дом есть. Вот. Дом Начпинтера. Надеюсь, что он не дома, а если дома то спит. Дома вроде никого. Хорошо. Так, ты идешь за мной, нет? Моя лошадь тебе не попадалась. Я не могу оставить ее здесь. Ты присядь как-нибудь, я не знаю, что-то никто... Сейчас из тебя нас заметят. Так, лошадь. Где была ее лошадь? А вон она. А вон она. Ну, вот твоя лошадка. Что это? Следуй за мной. Хорошо. Так, ну ты сядешь на свою лошадь, нет? А, ну да. Молодца. Так, все. Выходим в тиковую местность. И валим, валим, валим отсюда. Из этого неприветливого места. Так, хорошо, в какую сторону мы двигаем. Прикольный коезд, да? Ну тут на самом деле круто. Так, ну и куда-то вон туда. Давай потихоньку. Пока не опомнились. Дарма. А, вон ты. Так, тут тихо вроде. Хотя мне сейчас прятаться не с руки. Если меня не увидят, то они нападут на мою спутницу. А она в обмах пойти никак не сможет. Поэтому мы пойдем в полный рост. Ты скачешь там вообще нет? Ну, будем считать, что скачет. Сколько там времени утро уже? 5 утра. Не могу сказать, что я их вижу. Но будем надеяться, что за мной. Тихо. Кто? Хорошо. Покатился вниз. Так, а вон там уже коров. Так, что-то горло першит. Как бы не заболеть. Эм... Дарма. Короче говоря, судя по всему, можно было просто быстрым перемещением к корову переместиться. И тогда не пришлось бы даже бояться за нее. Но так, конечно, атмосфернее. Гораздо-гораздо атмосфернее. Ролик. Ролик, он такой. Тысяча раз уже исхоженная дорога к корову. Здесь, на самом деле, уже хорошо знакомые нам места. А, все стороны выдвигались по ней. Так, ну что, снимаем амулет. Он нам уже не сильно нужен. Все, приехали. Маманя-то спит еще, наверное. Отлично. И девушку спасли. Прекрасную, так сказать. И лошадку ели. И нас никто не обнаружил. Было сделано. Чисто. Технично. Ну, темное братство. Что ж они хотели? Что ты хочешь? Дочка твоя. Лучшая дочь. Удалось найти? Да, с ней все в порядке. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Мне никогда не отплатить тебе за такой подарок. Жизнь моей дочери. Но ты всегда можешь рассчитывать на мою дружбу. Деньги давай. Так, что-то по награде. Торговля, навык повышен. Хорошо. А денег не дала, да? Круто. Молодец. Удачного тебе дня. Какой же он удачный, если ты кинула меня в курс? Так, а че такое? А это ткань? Понятно. Ну ладно, пойдем отсюда. Зато это было очень интересно. Мой герой. Мой герой. Так, ну ладно. До свидания. До свидания. Отлично. Ну что, пришла пора возвращаться в Темное Братство. Но этим, я думаю, займемся в следующей серии. А пока что все. Надеюсь, вам понравилось. По-моему, это было просто великолепно. За последнее время, наверное, был один из самых интересных квестов именно по атмосфере. В следующей части двинемся, как там его город называется, Чейдингхул обратно. И возьмем там задание за Темное Братство нового. Новый контракт. Посмотрим. Возможно, он будет таким же крутым, как и предыдущий. Ну, я думаю, так и будет. Так что, увидимся завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok